Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы подключились на наш канал, в котором мы исследуем Слово Божие и молимся, чтобы Господь обильно благословил вас в это время изучения Слова Божьего. Вместе с нами сегодня в студии преподаватель Заокского университета и доктор богословия Юрий Друми. И вначале, перед тем, как мы будем исследовать Слово Божие, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за милость и любовь Твою, которую Ты проявляешь к нам. Господи, за Слово Твое, которое Ты оставил, которое научит и сегодня, Господи, нас, живущих в современном мире. Мы просим особенно тех людей, которые сегодня ищут Тебя, Ты Духом Святым, Господи, коснись их сердец. Также благослови нас, Господи, здесь в студии, и мы славим Тебя, единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Левитам 23 глава и 3 стих. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день субботу покоя – священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах Ваших». В прошлый раз с тобой мы очень много времени уделили размышлению о субботе, но вот этот стих из Левит 23 главы и 3 стих, он более шире нам дает понимание, что в субботу как бы нужно делать. Здесь говорится, должно быть священное собрание, и эта суббота должна быть во всех жилищах Ваших. То есть показывает два новых аспекта субботнего дня. Что бы ты мог еще добавить вот к этому моменту и объяснить? Ну я мог бы, что я могу добавить, я могу только остановиться на первом и остановиться на втором аспекте. То есть священное собрание означает, что, ну во-первых, люди останавливаются в своей повседневной деятельности, прекращают ее, и тем самым говорят, что не это сейчас важно. Не поле, не, я не знаю, там, телеги с грузом, не виды на урожай, а что-то другое сейчас важно. А что именно? Важно нам собраться вместе, единым собранием, народом, для того, чтобы слушать наставления священников, для того, чтобы воспеть Господу, помолиться, поклониться и напомнить себе о нашей идентичности, что мы не случайно появились в этом мире и пространстве, что мы сотворены Богом. У нас есть начало, и с поколения в поколение Бог продолжает вот эту линию своих последователей, своего народа, и мы принадлежим этому. Да, и вот мы напоминаем себе, когда мы слышим заповеди, и нас учат, как нам жить, это очень важно. Я сейчас говорю и о нас, и о тех людях, что всегда нужны подсказки и помощь, как жить. Но, то есть, священное собрание, это не только один говорит, все молчат. Люди могли друг с другом общаться, люди могли задавать вопросы какие-то, прояснять что-то для своей жизни, а вопросы всегда есть. А второй аспект связан с субботой в жилищах, то есть, каким бы ни было скромным жилье, но оно должно быть подготовлено для субботы. Потому что в этом жилье кормящая мама, в этом жилье умирающий отец, в этом жилье ребенок-инвалид, в этом жилье муж и жена, и другие дети. Поэтому, как вот им себя вести, что им делать? И суббота переносится от большого собрания в жилище каждого члена израильского общества, чтобы и там был покой, и там была справедливость, чувство свободы. И очень важно, я хочу подчеркнуть это, обретение смыслов. Потому что когда человек в труде, и постоянно трудится, и постоянно в заботе, но не продыхнуть, он теряет смыслы, сбиваются ориентиры, и жизнь его похожа на влачение жалкого существования. То есть, зачем это все? Сколько это будет продолжаться? Поэтому суббота несет просвещение и человеку, и обществу. Мы уже с тобой в прошлом уроке говорили много о четвертой заповеди, но нам сегодня опять возвращают мысли к этой же теме заповедей. И мы помним, что заповедь начинается с слова «помни» или «вспоминай». Но ведь ни одна другая заповедь не начинается со слова «помни». «Помни, что ты не будешь прелюбодеем» или «помни, что ты не будешь воровать». Почему Бог особым образом использует это слово именно в четвертой заповеди? Я думаю, это связано с аспектом времени. Потому что именно эта заповедь упорядочивает время. И помни, во-первых, это о прошлом, а во-вторых, это о будущем. Что-то было в прошлом, что я не имею права забыть. И что-то будет в будущем, я тоже не имею права это забыть. В прошлом было начало сотворения мира, рассказ о том, что Бог есть Творец, и всё не случайность. И мне нужно это помнить, чтобы я не потерялся и не растерялся, и не превратился в животных, которые, не знаю, есть ли у них память такого рода. Чтобы я всё-таки помнил своё происхождение, что оно свыше. Хотя я взят от земли, но дух в ноздрях моих, дыхание жизни от Бога, это свыше. Я должен об этом помнить. Ну а второе мнение, что касается будущего, помни, да? То есть только помни. То есть ты будешь жить в воскресенье, понедельник, вторник, но пусть после пятницы у тебя не будет понедельника или воскресенья и вторника, а пусть будет суббота. Не забудь, не забудь, вспомни об этом. То есть веди счёт дня, веди счёт времени и помещай себя вот в эту картину. И это наиболее адекватное для тебя, это идеальное для тебя. Живи в этой картине, и тогда ты будешь другим, и это будет другая жизнь. И вот это обращено к человеку, в единственном числе, помни и субботнее, ты. Но ты как глава семьи, ты как свободная личность, ты как у кого есть дети, жена, вот вы все. Потому что это ты, это же и к жене, ты это и к ребёнку, ты это и к священнику, и ко всем. И вот это, с одной стороны, индивидуальный подход, в единственном числе, Господь говорит каждому человеку. Но с другой стороны, священное собрание, все вместе, вы часть народа, у вас общая судьба. Поэтому вы вместе тоже помните об этом и структурируйте свою жизнь надлежащим образом. Ты знаешь, я как бы вспоминаю себя очень часто, что я детям говорю, чтобы они помнили тогда, когда я знаю, что они забывают. Особым образом. Если они что-то забывают, я напомню им два-три раза. А, ты помнишь, ты должен это сделать? А, да-да-да, помню. Но я ещё попробую напомнить, потому что я знаю, что тенденция у них есть забывать. И каким-то образом здесь, похоже, тоже то же самое происходит. Бог прекрасно знал, что, к сожалению, именно человечество забудет вот этот благословенный день Богом. И мы видим, как сегодня даже христианский мир отвергает этот день. И, к сожалению, это не делает. Они, многие перенесли это на первый день недели. Многие говорят, что это Павел уже отменил, или ученики уже давно всё это отменили. Но из Священного Писания мы нигде не встречаем место, в котором бы Господь отменил субботний день. Так это? Да. Ну, что хочется сказать. Во-первых, человеку свойственно интеллектуальная высокомерие. Человек любит высмеивать и посягать на божественное, и, так сказать, учить Бога, как жить, и что нужно, и чего не нужно. Вместо того, чтобы смиренно учиться, человек начинает высмеивать божественные принципы, правила и заповеди. И создаёт что-то другое и говорит, да это лучше. Я знаю, как мне нужно. Увы, увы, и приходится потом расплачиваться и много платить за вот это интеллектуальное высокомерие. Как отдельным личностям, так и в глобальном масштабе. Когда люди ведут себя очень самоуверенно, то они творят вещи страшные, просто страшные. Нужно посмотреть в историю, недавнюю или давнюю. Ну, а другой момент, что касается отношения к субботе и что касается Иисуса, апостола Павла, то, как мы уже отмечали, вправе ли мы посягать на цельность формы и содержания? Я большой противник того, чтобы говорить, главное содержание, форма не имеет значения. Я против этого. Потому что форма и есть содержание. То есть форма и содержание, как их совместил Господь, я не имею права их разделять. Это неделимость. И вот как есть неделимость человека, духа и тела, неделимость. Вот так есть неделимость заповедей Господней. И если Господь сказал 6 плюс 1 и 7 день – это субботний день, то, перенося содержание этой субботы на какой-то другой день, мы неминуемо разрушим те тонкие настройки с объемом, которые содержатся в этой заповеди. И мы тогда уже берем содержание, то есть прощение грехов, свобода во Христе. И да, мы говорим, что Бог есть наш Творец, но мы говорим одновременно, что Иисус Христос воскрес, мы празднуем Его воскресенье. Воскресенье и даже русское название дня тоже – это воскресенье Господнем. Что суббота – это что-то еврейское, иудейское. То неминуемо мы начинаем утрачивать другие смыслы. Мы делаем относительным заявление о том, как Бог творил мир, и что Он действительно есть Творец, и что должна быть вот такая упорядоченность. Мы делаем относительным заявление о том, что это заповедь о субботе. Мы делаем относительным то, что сказано в отношении священного собрания и жизни в жилищах твоих, в домах твоих. И отсюда, когда уже мы остаёмся только один на один с воскресным днём и событием воскресения Господнего, при всей значимости, но всё-таки я, например, испытываю дискомфорт. Может быть, это связано с тем, что я вырос в этой традиции, но думаю, не только. Дискомфорт с чем связан? И какого плана дискомфорт? Дискомфорт в том плане, что у нас нет повеления, у нас нет заповеди такой, чтобы вот этот день теперь зафиксировать и сделать его памятным, я имею в виду, день воскресный. Конечно, история церкви такова, какова она есть, её не перепишешь, это было сделано, причём очень на такой ранней стадии, уже, может быть, в конце первого, начале второго века уже были такие попытки, или же мы имеем свидетельство, когда постепенно появляется такое сосуществование субботнего покоя и начало воскресного покоя. Но потом это стала развиваться, традиция, и была укреплена дальше в третьем, и в особенности в четвёртом веке. Но потом, когда читаешь об этом, смотришь, в каких обстоятельствах это происходило, и чем это обернулось, я имею в виду такой трагический развод, который состоялся между христианской религией и иудаизмом, и потери, которые мы понесли в последующие столетия, и то жестокое отношение, которое было к господствующей религии, к угнетаемой религии. То есть очень много таких вещей страшных произошли, и вот, казалось бы, такие безобидные вещи, какая разница? Вот так просто рассуждать, да тот день, этот день. Но исторически это было всё окрашено сильной борьбой и сопряжено с большими трагедиями. Поэтому, когда читаешь вот это слово и заповеди Господни, и знаешь вот эту историю, то тебя это останавливает, чтобы ты не умствовал, и чтобы ты не вёл себя высокомерно к божественному откровению и божественным заповедям, чтобы ты был внимателен и принимал мудрость Божию из рук Божьих и вписывал свою жизнь в это, а не наоборот, менял это всё так, как тебе удобно, захочется, или в силу каких-то обстоятельств тебе нужно это изменить. Мы видим, что суббота, она не только является праздником творения, но она также есть днём, в котором Господь показал своё освобождение. И это действительно есть праздник свободы. И второй раз, когда Господь повторяет закон Божий, мы уже в прошлом уроке читали, во второзаконии, он даёт другую формулировку или, скажем, другое основание Четвёртой заповеди. И это основание лежит в вопросе свободы. «Помни, что ты был рабом в Египте, я, Господь Бог, тебя освободил». Как сегодня на нас влияет вот эта заповедь, вот эта формулировка, потому что мы-то, в принципе, никогда не были рабами в Египте, да? Как бы ещё первая формулировка, она сходится с нами, потому что, да, мы творение, мы были сотворены в тропе матери, да, мы это понимаем. Но вторая, мы можем сказать, мы никогда не были рабами. Да, знакомое выражение. Мы никогда не были никому рабами. Но у нас новые господа. У нас госпожа работа, у нас госпожа экономика, у нас новые боги, у нас господин состязания, у нас госпожа зависть, госпожа погоня, у нас боги славы, боги трудоголизма, боги успеха, боги преуспевания, боги первенства. У нас, мы окружены этими богами. И тут многобожие полным таким соцветием, что ли, вырисовывается. И, конечно, мы рабы греха, потому что за всем этим стоит грех. Грех принимает бесконечное множество обличий. И суббота, вот в корне своем, то есть концептуально, когда говорится, что ведь и ты был рабом, да, хотя рабство было, ну вот рабство, каким оно было в Египте, когда их лишали возможности полноценно жить, исповедовать свою религию, когда они вынуждены были очень много трудиться, и потом фараон еще изымал у них, скажем, вот вы им носите солому? Нет, пусть теперь сами собирают ее себе для того, чтобы вот кирпичи вот эти выжигать для строительства города или там хранилищ каких-то. То есть это был экономический гнет, и бог за ним, то есть их боги, египетские боги, занимались конфискацией свободы, прав, достоинства и идентичности людей, превращая их просто в рабов, да, ну раб это тоже бывает слишком высоко, превращая их в какой-то механизм, в какую-то механику производства. Ну да, но это они. А разве у нас не так? А разве нас не превращают боги этого мира в рабов и вот в такие шестеренки, в каких-то больших экономических механизмах, когда мы изнурены или ненормированным рабочим днем, или очень жесткими требованиями к работе, когда мы уносим работу с работы домой и превращаем дом вместо работы, или когда мы сами выбираем такой путь, потому что мы хотим достичь большего успеха, более высокого статуса и самоутвердиться в этом мире. И мы прожигаем лучшие годы жизни, как написано в псалме, и вот лучшая пора их труд и болезни. Ну, сейчас пока о болезнях не говорим, но о труде можно. То есть лучшие годы мы отдаем труду. И, кстати, еще такой момент. Мы среднее звено. Вот ты, я, ну, постепенно мы переходим к более такому, ну, к другому звену. Я сейчас скажу, о чем идет речь. То есть после нас дети, а перед нами родители. Родители пожилые, и они на нашем междевении. Дети маленькие, они тоже на нашем междевении. Получается, что либо через налоги, либо через свое личное участие и помощь одной категории, другой категории, мы среднее звено работаем на два других звена. Если родители не могут сами о себе, либо государство, о них недостаточно заботиться, или вообще не заботиться. И также дети. Да, ну, где-то государство, а где-то недостаточно. И вот это создает напряжение. Нужно думать о тех и других. И это прекрасно. И нужно думать, и мы впрягаемся. Но если мы делаем это таким образом, что забываем остановиться, забываем сделать вот эту паузу божественную, которую он предлагает нам в заповеди, то наша жизнь — это просто колесо, 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 и бесконечность очень такая удручающая. Поэтому важно регламентировать все-таки и включать саморегулирование вот этих вещей через те принципы и заповеди, которые дал Господь. И в том числе одна из них — это заповедь о субботе. И вот то, что ты подчеркнул, что ведь вы были рабами, вы жили в такой экономике, где у вас все конфисковывали. Фараон, боги его и надсмотрщики, которые били вас, которые унижали вас. Зачем же сегодня загонять себя в это же рабство? И вот суббота нам напоминает об этом. И Господь Иисус Христос это еще больше актуализирует, потому что Он принес нам подлинную свободу. Поэтому, перечисляя формы рабства, да, можно сказать об экономической зависимости, экономическом рабстве, рабстве в финансовом, рабстве в долговом рабстве, когда мы в долгах, и не забудем о рабстве греха. Вот это самая тяжелая форма рабства. Рабство предрассудков, ну, рабство всего человеческого, что обременяет и удручает нашу жизнь. Суббота, время с Богом помогает нам как-то выправить это и вправить нам мозги, поставить на место приоритеты и потом жить по-другому, сделать паузу и уже не допускать этих ошибок. Да, ты знаешь, действительно, суббота является праздником свободы, потому что, как ты уже сказал, раб, он не свободен, чтобы выбирать, он не может регламентировать свое время, он не может сказать нет, но здесь именно Бог хочет сказать, что все заботы, все работы, ты можешь остановить, ты можешь сам это сделать, потому что ты, господин, ты не раб, ты свободен. И в этом огромное благословение, просто люди, которые не вкусили субботний день, они не понимают, какое это благословение, особенно в этом современном мире, где ты можешь просто успокоиться от дел своих, оставить все заботы, потому что, да, в следующий день они опять придут, но ты имеешь этот день свободный, ты просто сказал, они могут подождать, оно подождет все. И я видел, как многие люди мучаются, не имея вот этого покоя, когда люди просто не останавливаются, их жизнь никогда не останавливается, и я вижу, как они изнурены этой жизнью, у них нету покоя, у них нету радости, потому что всегда нужно бежать, неважно какой это день. А вот именно благословение субботы, вот этого свободного дня, потому что мы свободны, мы в пятницу говорим все, выключаем все. Кстати, Василий, что интересно, вот мы сейчас говорим, и я так задумываю, ну, думаю вот так вот, не банальность ли это, ну, в каком ключе? Смотри, государство эти вещи поняло, и оно говорит, выходной, пожалуйста, по Конституции, ну, где, как, в какой стране, в воскресенье. А, давайте сделаем второй выходной, государство делает второй выходной, суббота, поговаривают уже, ну, уже столько роботов, уже столько искусственного интеллекта, уже не можешь дозвониться до оператора, потому что тебе уже искусственный интеллект отвечает, да, и поэтому уже поговаривают, а не сократить ли рабочую неделю до четырех дней, но, государство это поняло, а я этого не понял. А человек еще не понял. Да, потому что я думаю, о, у меня выходной, то есть, что я хочу сказать, я знаю, чем я займусь, я знаю, что я сейчас могу сделать, я теперь могу еще больше сделать то, на что у меня не хватило времени, и я могу больше заработать денег, а в выходной день мне вдвойне, например, заплатят. То есть, человек сам добровольно отдает себя в рабство. И вот для таких людей, как раз таки, актуальность вот этих слов о свободе. Подожди, подожди, одну секундочку. Зачем тебе? Остановись! Подумай! Помолись! Посмотри на жену, на детей, на нуждающегося. Ну, сделай что-нибудь от души, не для заработка, не для приумножения и повышения своего статуса. И это нам вправляет мозги. Понимаешь? То есть, я опять хочу сказать, что бывает, как Иисус говорит, что сыны века сего мудрее сынов света. И вот государство приходит к каким-то выводам и дает нам хорошие возможности, а мы, бывает, хотим перехитрить его. Нет. И запрягаемся в еще больше труд. Не надо. Заповедь останавливает. И говорит, одну секундочку, остановитесь. Интересно, что постол Павел много призывал к свободе. И здесь очень многие люди каким-то образом путают или не до конца понимают, к чему апостол Павел призывал их. И давай вместе с тобой мы прочитаем римлянам 6 глава с 1 по 7 стих. И вот как мы здесь этот отрывок могли бы соотнести в соблюдении субботы. Потому что многие неправильно воспринимают Павла по отношению вопроса свободы. 6 глава, да? Да. С 1 по 7, да. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умрили для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Павел довольно-таки непросто здесь говорит, и, к сожалению, многие люди воспринимают его свободу к тому, что можно делать, что мы хотим. Можно вот эту заповедь, которую Бог оставил на протяжении всех веков, сказать, да нет, мы свободны, мы не будем в этот день праздновать этот день. Ну, опять, это человеческое такое мудрствование, когда уходит дух смирения, или мы хотим как-то выделиться, или ну, просто мы не воспитаны в этой традиции. И я могу понять этих людей, то есть у меня нет никакого абсолютно духа осуждения. Я просто хочу подчеркнуть, что в священном откровении все-таки подчеркивает, ну, говорится вот о цельности и о том, что нужно аккуратно обращаться с божественными заповедями. Нельзя так с легкостью отбрасывать их, думая, что ты умнее. Нет, нужно вчитываться, думать об этом и не создавать велосипеда. То есть вот тебе дано лучшее, а ты хочешь это усовершенствовать, и ты можешь закончить тем, что создашь худшее. И вот в данном случае апостол Павел говорит, что действительно, он говорит о победе во Христе, что теперь, если мы во Христе, мы не рабы греха. И это замечательная мысль, то есть это реальность. Не грех теперь господин нашей жизни, не он господствует нашей волей, нашими мыслями, а Христос. Только если мы удерживаем Христа в нашем сердце. И это совершенно не дает санкцию на вседозволенность. Это было бы странно и глупо. Почему и апостол Павел, и Иуда, кстати, в его послании тоже эта мысль подчеркивается, что благодать Божию не воспринимайте как санкцию на беззаконие, на своеволие. Благодать Божия напротив мобилизует тебя и помогает тебе как зеницу ока хранить то чистое и праведное, что дает тебе Господь. Поэтому в данном случае, когда апостол так вот утверждает громогласно, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха, он именно вот этот аспект подчеркивает, что не грех Господин вашей жизни, а Христос Господин вашей жизни. В связи с этим, если теперь говорить о субботе, да, суббота помогает нам в этом, это время, которое дано нам для того, чтобы этот опыт освобождения во Христе пережить заново, то есть, если псалом, который мы читали там, девяносто первый раньше, песня день субботний, о Господе говорится, о творении Божьем, то теперь во Христе мы Ему поклоняемся, Ему поем, в нем торжествуем, и суббота во Христе, понимаешь? Поэтому тут, мне кажется, я убежден в этом, здесь достаточно хорошо все смыкается, и на эту цельность я бы не посягал. То есть, мы можем с уверенностью сказать, что суббота, она как и духовно, так и временно, то есть, в рамках времени, то есть, это не то, что я могу этот день куда-то передвинуть или переставить, но Богом было заповедано, как и духовно, она соединяет нас с Иисусом Христом, мы становимся во Христе. И, конечно, одним из самых больших аргументов против субботы является то, что эта суббота была дана только для евреев, то есть, мы все остальные можем делать, что мы хотим. Удерживает ли критику вот этот аргумент, что даже сама заповедь нам говорит об этом вопросе? Евреи были носителями Божественного Откровения, носителями этих заповедей, и в том числе заповедей о субботе, и спасибо им, как апостол Павел говорит, да, в чем же преимущество быть евреем, как, в чем, говорит, потому что у них там и заповеди, и Откровения, и Писания, и богослужения, то есть, мы из их рук это все приняли, но вопрос, а как это попало в их руки? И мы понимаем, что попало от Бога, и попало тогда, когда они еще и времени назывались, и евреями не были, то есть, первый, самый первый рассказ о сотворении мира, и о сотворении человека, не имеет ни расовых, ни национальных, ни каких-то других, вот связанных с идентичностью географической, или вот перечисленными мною, идентичностями корреляций, поэтому эта вот заповедь попала в руки, пришла в руки, как откровение евреев, иудеев, древних, от тех их предшественников, которые еще так не назывались, поэтому вот делать такой вывод, и да, да, это неправильно, но, к сожалению, я понимаю, конечно, людей, которые хотят дистанцироваться вот от этого, и это было, кстати, в первые века, и как-то так брезгливо относились к евреям, потому что вот говорят, смотрите, что они натворили, вот как они поступили, вот, и поэтому все, что связано с евреями, вызывало осуждение. Кстати, кстати, не только в первом веке, или там в последующие века истории христианской церкви, но даже в двадцатом веке, во время нацизма в Германии, когда гонения на евреев привели вот к таким жутким последствиям, и пиком этого апогеем был Холокост, Освенцы, спрашиваются, как вели себя христиане, и вот та же брезгливость и желание отмежеваться от евреев была свойственна очень многим. И даже вместо того, чтобы говорить, что мы соблюдаем субботу, говорили, нет, это день покоя, чтобы даже слово суббота не звучало, или что это откровение было дано древним иудеям, нет, это не должно было звучать древним людям. Уходили вообще от этих смыслов и пытались перепрограммировать вообще религиозную жизнь целых конфессий, в том числе нашей. Понимаешь? Поэтому очень важно нам знать и помнить и великое счастье, что Библия начинается так, как она начинается с первых двух, трех страниц, которые фактически возвращают нас в то время, когда еще не было вот этой колючей проволоки, когда не было вот этого вопроса, а ты кто? А, понятно, значит, ты нечистый, получистый, или там оскверненный, или еще этого не было. Был человек, был Бог. И вот к этим смыслам мы должны возвращаться как к стандарту. Да, еще большое непонимание происходит в христианском мире из этого вопроса, потому что они не понимают, что из Египта вышли не только евреи, и огромное количество другого народа вышло, которые присоединились и увидев чудеса, которые Господь сотворил. И в заповедь Господь даже вставил, это мы видим, что и раб твой, и пришелец твой должен что? Соблюдать свободу. То есть, это указывает на то, что она универсальна, она не подается только какой-то одной этнической группе. Бог это создал для универсального, для всего народу. И в этом есть огромное благословение. И, к сожалению, люди, которые не вкусили вот этой радости субботнего дня, они, к сожалению, вот так и отделяются и находят такие аргументы, бросая такие фразы, как это «еврейская суббота». Ну, мы нигде в Библии не встречаем. Ну, хоть бы кто-то показал мне один раз, что говорится «еврейская суббота». Нет. Даже сам Христос сказал, «суббота дана для человека». Используя слово «человек». То есть, это раса человеческая вся, независимо от других людей. Поэтому вот эти моменты сегодня важны, и особенно в это последнее время люди должны понимать, что Бог создал вот этот ритм для человека, и мы должны следовать. Если мы есть дети Божьи, христиане, мы должны следовать Его Слову, и только Его Слову. хорошо. Дальше что мы можем сказать здесь? Опять же, много что говорится о соблюдении субботнего дня, служение другим в этот день. Насколько оно важно? Потому что каким-то образом мы смотрим на субботу как день покоя. То есть, для меня, я вот лёг на диванчик хорошо, и вот я полностью расслабился, полностью выключился. Но не то, мы уже с тобой читали тот момент, что должно быть священное собрание, должно быть в жилищах, но и ещё служение другим. Что мы можем сказать по этому поводу? Ну вот 58 глава книги пророка Исаии фактически посвящена социальной ответственности человека перед ближними, которые не в столь благополучных условиях, обстоятельствах, как он сам. И здесь говорится о настоящем посте, настоящей молитве, и потом, если вот читать дальше, дальше, как нужно отнестись к голодным, что нужно разделить с ними хлеб, нужно скитающихся ввести в дом, когда увидишь нагово, одень его от единокровного твоего, не укрываясь, я сейчас 7 стих читаю 58 главы, и потом, когда дашь голодному душу твою, 10 стих, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усад, как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, и вот сейчас тут же значит что интересно это как такое вступление своего рода очень такие практически сильные слова что невозможно оправдаться то есть невозможно найти извинения человеку если он этого не делает хотя и говорит что он верующий что он там соблюдает божьи заповеди Господь через пророк говорит очень очень прямо так же как потом Иисус в известной притче что вы не посетили меня вы видели меня нагим и не одели меня вы видели меня алчущим и не накормили и жаждущим не напоили вот здесь тоже и вот потом вот к чему я вел это все потом вдруг о субботе идет речь и вот вопрос твой был наше отношение к ближним и это укор для нас если вот как ты начал говорить да можно отлежаться на диване можно посмотреть интересный какой-то там фильм называть его христианским можно созерзать звезды и солнце и ходить по лесу и дышать воздухом слушать пение птиц много чего интересного можно чем наполнить субботний день и сказать это была фантастика но Господь портит нам всю малину и говорит нет 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 помни о ближнем и вот дальше если ты удержишь ногу твою ради субботы это исполнение прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отраду и святым днем господним чествуем и почтишь ее тем что не будешь заниматься обычными твоими делами угождать твоей прихоти и пустословить то будешь иметь радость в Господе я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова отца твоего уста Господни изрекли это получается мы должны объединить эти вещи с одной стороны мы останавливаемся от повседневных дел не для того чтобы находиться в точке абсолютного покоя и использовать это время в эгоистичных целях и я жду субботы частенько из эгоистичных соображений Господь говорит нет есть ближние твои есть люди которые нуждаются в тебе сегодня какую форму это может принять а ты использовал субботу для того чтобы позвонить родному человеку ты использовал субботу для того чтобы написать ободряющее письмо чтобы навестить кого ты давно не навещал и провести время и свое время отдать этому человеку ты можешь использовать субботу вот ты всегда жалуешься что у тебя нет времени вот у тебя сейчас есть время для того чтобы выехать добраться встретиться провести время делайте это пусть это будет продолжением священного собрания скажем так потому что здесь вы собрались для общего поклонения ну а дальше ваше поклонение продолжается в служении ближним поэтому получается что от богослужения мы переходим к человекослужению и от человека служения переходим к богослужению и вот это как такой эллипс с двумя центрами вот это нам нужно помнить когда мы как-то структурируем свою духовную христианскую жизнь и последний очень важный момент что касается вопроса субботы суббота является знаком нашей принадлежности к богу вот смотри если мы откроем священное писание и в исход 31 глава 13 стих говорится следующее скажи сынам израилевым так субботы мои соблюдайте ибо это знамение между мною и вами в роды ваши дабы вы знали что я господь освящающий вас и 16 стих этой же главы и пусть хранят сыны израиля вы субботу праздную субботу в роды свои как завет вечный то есть здесь мы видим что суббота это знак принадлежности кому-то и это особенно здесь она показывает что принадлежность к народу божьему к самому богу это есть знак в откровении мы очень много встречаем о знаках о том что есть какое-то начертание и там мы видим что последняя борьба она так и будет борьба о том кому ты принадлежишь какому лагерю что что можем сегодня сказать по этому поводу как мы должны относиться к субботе ведь смотри если получается если я не соблюдаю значит я не принадлежу к народу божьему если я соблюдаю то господь говорит это есть знамение то есть на тебе есть мой знак ну можно соблюдать и не принадлежать согласен с тобой может быть и так и вот Иисус пришел и как раз был окружен такими людьми которые ну как они там принадлежали но но его не приняли но мы говорим о формальном да но мы давай говорим о истинном вот человек довольно таки искренне празднует святит субботный день ну и прекрасно можно поздравить но хочется сказать вот тоже чтобы мы понимаешь чтобы мы не забыли хотя это очевидное но именно очевидное мы забываем что Христос наполняет субботу что истинный знак наш во Христе и суббота приобретает свой подлинный смысл благодаря Христу и Христос спас субботу можно сказать спасая человека он спас и субботу от неверных толкований и от тех искажений которыми она обросла как днище корабля после бесконечно долгого плавания и вот это нам важно помнить что суббота получена нами из рук Творца Христос этот Творец Христос пришел и очистил субботу от злоупотреблений и наслоений которые ее обезобразили и сделал он это не для того чтобы дать нам в подарок время нет но чтобы дать нам в подарок себя для которого он ждет что у нас будет время но это время не то которое мы выбираем а которое он нам заповедал вот в том едином замысле в том ритме и в той структуре бытия и жизни которые нам даны в последовательности 6 плюс 1 вот я на эти вещи вот так смотрю да конечно что суббота была наполнена полным смыслом с пришествием Иисуса Христа на эту землю но мы должны понять что на протяжении всех веков и до Иисуса Христа и после она является прямым знаком принадлежности потому что Божья суббота она постоянно напоминает о моем происхождении о моей принадлежности к Господу и это очень важно потому что как определенные войска имеют свои формы и ты видишь ага ты знаешь это это идет моряк или это идет пехота или это идет десант или что-то другое то же самое и здесь празднуя субботний день мы фактически заявляем на всю вселенную кому мы принадлежим и так сказал сам Господь и она полный смысл наполняется конечно же присутствием Иисуса Христа и только потому что мы видим во что превратилась суббота у книжников и ферисеев потому что они ее не наполнили самым Господом этот день и это очень важно заметить поэтому с одной стороны мы должны понимать что суббота имеет временные рамки но она также и наполнена духовным смыслом который имеет полный смысл поэтому что мы можем сказать в заключении людям которые еще колебаются в вопросе субботнего дня нужно не нужно как вот мы их можем направить ну скажем так что когда вам предлагают много не отказывайтесь от половины то есть принимайте все другими словами полнота божественного откровения и замысла вот в этих вещах ну не то чтобы мы своей беседой или несколькими беседами исчерпали это все я совсем не об этом говорю я просто говорю что вот от корки до корки священное писание от первой страницы до последней страницы не выбрасывайте и не отбрасывайте то что вам предложено потому что только так ваш духовный опыт будет наиболее насыщенным полным и глубоким даже если мы кто заявляет об этом не всегда демонстрируем это все-таки концептуально и в сути теологически это все-таки так потому что так говорит священное писание но мы уже давайте принимать это все предлагать это все и подчеркивать не отказывайтесь от лучшего и не отказывайтесь от большего и пусть Господь благословит Василия тебя меня и всех наших слушателей и зрителей Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok